Дизайн костюмов И это дало Энди Шанч добраться до самой сути Энди Серкис Горл Мусмегурл Зная, что его семья занималась рыболовством Мы решили, что у него должны быть кусочки ракушек и крючки Вещи, которые что-то значили для него Вещи, которые он где-то откопал Но с другой стороны, стараясь сохранить статус персонажа Я пытался найти способ, чтобы он выглядел чуть более зажиточным Что-то указывающее на его тщеславие Это небольшой шейный платок, который он носит Платок был запачканным И вместе с тем Щегольским Так, возвращение к началу Позволяет зрителям узнать заранее О Смея Горли то Что не может внушать любовь к нему Как к Хоббиту Белебойт Пиппен Мы могли бы проходить в одних и тех же костюмах Все четыре года Но, к счастью, у Токина Пиппен становится рыцарем Гондора А значит, у меня появился замечательный костюм А Мэри становится воином Рохана Оба этих костюма очень сложные У Пиппена великолепный черный бархат С вышитым на нем серебром древом Гондора И то же самое с костюмом Мэри Очень сложная вышивка с двойными конскими головами Рохана Сэм и Фродо получили эльфийские плащи И мы приложили к работе над ними действительно много усилий Однажды даже попробовали применить новую технику Обработки кислотой крашеного бархата Так что мы выглядим модно Я думаю, что мой костюм будет покруче Мотор? Эли Гриндук! Иди назад, Цитадель! Это Гэндальф Белый, конечно С ним было трудно, потому что Как нам сделать переход от Гэндальфа Серого? И как нам создать этот вариант Гэндальфа? Мы хотели, чтобы это был гораздо более мужественный Гэндальф И, конечно же, это то, как Йен Маккеллен видел облик этого персонажа То есть он хотел иметь возможность двигаться, сражаться Мы не хотели такого объемного костюма, который был у Гэндальфа Серого Еще я хотела придать костюму немного эльфийский вид Чтобы мы чувствовали, что он частично принадлежит другому миру Для этого мы использовали очень красивые ткани, довольно изысканные На первый взгляд, это просто кремовый костюм Но в нем намного больше содержания, чем это кажется Это видно здесь, по рукавам У них эльфийский дизайн, как у Элронда и других персонажей Только он был переработан для этого костюма Кроме того, нижняя рубашка выполнена в эльфийском стиле Это показывает его связь с миром эльфов Эту безупречно вышитую одежду никогда не будет видно на экране Йен Маккеллен Гэндальф Не было смысла делать это Разве что только заставить меня поверить в то, что все, что я надеваю, — настоящая одежда Сначала футболка Потом сорочка И, наконец, мантия Всего три слоя Но они никогда не приносили Гэндальфу приличное нижнее белье Правда, пытались В палитре Гондора у нас преобладали черные и серебряные оттенки цвета Я отошла от этого в случае с Фаромером, потому что не хотела делать его слишком похожим на Боромера Я хотела, чтобы он оставался его младшим братом Дэвид Венхэм Фаромер У Нгилы была идея в отношении Фаромера, что он был следопытом в лесах Этилиэна Она хотела, чтобы его костюм был чем-то похож на костюм Арагорна Костюмы следопытов создавались с той мыслью, что они были очень практичными, незаметными И их владельцам приходилось много ходить пешком Поэтому мы в основном использовали коричнево-зеленую палитру Мы активно использовали кожу и непромокаемую ткань Чтобы костюмы были одновременно и теплыми, и водоотталкивающими Мы создали эту переднюю часть И выполнили здесь большое тиснение в виде узора Чтобы придать ему ощущение рельефа И сделать костюм более интересным Все, что связано с Фаромером, настолько подлинно и реально Но вместе с тем, это его непонятное желание угодить его отвратительному отцу Я пришла к внешнему виду Денетера точно так же, как я это сделала для всех остальных Я просто начала рисовать его портрет Как передать угрозу, которую может таить в себе этот человек? Человек, находящийся на грани умопомрачения Мы хотели показать его тщеславным и состоятельным Мы показали, что он одевается в богатые меха и в бархатные одежды с ручной вышивкой Которая делает его настолько напыщенным, насколько я смогла это сделать, не прибегая к помощи краски Ну и, конечно, кольчуга Это самая большая длина кольчуги, которую актер может носить в течение примерно 10 часов Это все-таки тяжело, Джон Нобл Денетер Ну а потом ты про нее забываешь Правда, когда ты снимаешь ее вечером, можешь почти летать Вот какая она тяжелая Тщеславие человека, который возомнил себя великим воином Вот что больше всего зачаровывает меня в этом персонаже Нам нужна была какая-то свежая идея для людей Рохана Цивилизации поменьше по сравнению с Гондором Элвин племянница короля Поэтому мы хотели, чтобы одежда отражала не только ее королевское происхождение Но и в то же самое время некую непритязательность Это костюм, в котором вы впервые увидели Элвин Само платье — это зеленый бархат Затем нижняя юбка листяного цвета Расшита металлическими нитями Чтобы она переливалась на свету И мы взяли кусочек такой ткани от юбки И разместили ее в области шеи А здесь индийская ткань Она прошла процесс глубокой окраски Что изменяет свойства металла И платье выглядит теперь очень древним Гранда Отто Элвин Это такой красивый цвет, такой зеленый, такой очень бархатный И когда ты двигаешься, оно как бы колышется из стороны в сторону Там были специальные грузики для этого Она ведь белая дева Рохана Поэтому белое платье очень важно Оно символизирует очень многое Понимаете, оно должно нести в себе образ Средневековья Образ девы Рохана Образ принцессы, если хотите Но оно также должно нести в себе и силу Это очень простые, но очень искусно выполненные Из золота и серебра детали около шеи И очень красивая внутренняя подкладка рукавов И вот тесьма вокруг предплечья и в точности как здесь В целом костюм напоминает саксонский стиль, когда он на ней Она выглядит сказочно в этом платье Нгила шила что-то в течение трех дней, а потом выдала роскошный наряд Я не знаю, как ей удалось это Мы уже сняли сцену с Эуин в бледно-голубом платье с большим меховым воротником Но потом Питеру понадобился более ранний эпизод Поэтому нам нужно было показать платье, которое было под покрывалом Она бросила шить все, что должно было быть сверху И мы неожиданно получили это торжественно-королевское одеяние Это была возможность попробовать совершенно иной средневековый стиль Который как бы разделяет украшенную переднюю часть И он делает платье более красивым и утонченным И я помню премьеру Я помню, как думала, когда началась эта сцена О боже, Питер в своем репертуаре Он снял только голову Но нет причин обижаться, когда видишь такие вещи Мне хотелось, чтобы в фильме снималось побольше девушек Чтобы она могла их одевать Она это так любит Да, это так Это было большим утешением для нашего отдела Создавать какие-нибудь очень красивые платья Это то, что мы в своем отделе называли платьем умирающей Арвен Когда Лив надела его в первый раз, произошло что-то волшебное И это продолжается до сих пор Вначале костюм был этих двух цветов Затем его постоянно перекрашивали в этот темно-красный цвет А потом мы работали с этой парчой Девушки из костюмного отдела фактически вручную вышли его Стежок за стежком Долгие, долгие часы работы А эти огромные рукава, они... Они просто падают назад Так что ее руки неожиданно обнажаются на экране Это необыкновенно чувственно Вот о чем мечтает художник по костюмам Я набросала этот портрет Лив в короне Я хотела изобразить что-то похожее на бабочку И там должны были быть висящие украшения для того, чтобы выделить ее уши Они должны были подчеркнуть эти сказочные эльфийские ушки Лив Тайлер Арвен В этом фильме у меня было невероятное светло-зеленое платье Фрэн сказала, что они с Питером хотели бы видеть Арвен в зеленом во время коронации Поэтому задача моей красильни была раскрашивать разные куски ткани Во всевозможные оттенки зеленого до тех пор Пока мне что-то очень сильно не понравится И в конце концов Мы нашли такой зеленый цвет Он давал нам все, что нужно В нем было достаточно синего, чтобы подчеркнуть синего глаз Лив В нем было достаточно желтого Но в то же время он оставался зеленым Он был достаточно мягким, чтобы я поверила, что это платье для коронации Конечно, оно было намного красивее, чем я могла себе даже представить Даже на съемочной площадке «Властелина колец» в Новой Зеландии мы можем оставаться стильными Здесь кипят такие страсти И они заряжают всех Всех людей, работающих над каждым костюмом От закройщиков до красильщиков и рукодельниц И в четыре часа утра вы можете увидеть здесь пять человек Вышивающих каждый уголок платья, чтобы сдать его в срок Хорошо? Замечательно Я даже не могу себе представить, сколько каждый из них вложил в это И если вы не купились на это Пойдите и найдите что-нибудь другое Что сможет тронуть ваше сердце Озвучил по субтитрам Иннокен 33, студии Я